Следственная группа ООН подозревает 160 исламистских боевиков в массовых убийствах езидов в 2014 году на севере Ирака. Все они члены исламского государства, запрещенной в России и других странах террористической группировки. Расследования и сбор доказательств начались год назад. «Мы выявили более 160 лиц, совершивших массовые убийства езидов в Кочо и других местах. Мы работаем, чтобы открыть следственные дела с надёжными доказательствами вины каждого боевика». Когда расследование завершится, доказательства можно будет использовать в судах, чтобы привлечь боевиков к ответственности. Езидов начали преследовать в августе 2014 года, когда исламское государство захватило Северный Ирак. Исламисты считают их неверными из-за их религии. Они убивали мужчин, отказавшихся принять ислам, а молодых женщин и девушек забирали в сексуальное рабство. Выживший езид обратился к сотрудникам ООН. Пять лет назад боевики ИГИЛ расстреляли троих его братьев. В общей сложности он потерял 75 родственников. Сам мужчина получил лёгкие ранения. Его жену и дочерей забрали в плен. «Прошло пять лет, и я до сих пор слышу крики жены и дочерей, которых похитили боевики ИГИЛ. Я также слышу голос моей дочери Лары. Ей было три месяца, когда она погибла в плену из-за жажды и голода». В 2016 году ООН назвала преследование езидов исламским государством геноцидом. По данным организации, в Ираке погибло более пяти тысяч представителей этого народа, до семи тысяч езидских женщин были похищены. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурат призвала ООН к действиям. Она также попала в 2014 году в сексуальное рабство к исламистам, но позже смогла бежать. «Я прошу правительства Ирака и ООН провести расследование и восстановить справедливость в отношении всех жертв ИГИЛ, поскольку они этого заслуживают. Спасибо». В 2018 году Надя Мурат получила Нобелевскую премию мира за усилия по защите езидских женщин. В ООН создана специальная следственная группа для расследования преступлений ИГИЛ. Большую роль в её работе играет адвокат Амаль Клуни. Продолжение следует...